Привет, Ксюха, Екатерина, Карина, видимо, я сегодня вещаю для вас. Меня зовут Макс Брандт, вы слушаете мой эфир. У меня в этот раз опять какая-то лажа с музыкой, поэтому я думаю, что эфир будет не таким длинным, зато без музыки и буду рассказывать только я про всякие вещи, которые мне интересны, вам, я не знаю, некоторые, может быть, вы знаете, некоторые, может, вы не знаете, но это Привет, Макс Соловьёв, это не столь важно, потому что эфир это что? Эфир это удовольствие. Привет, Серёга Кашин. Да кому же эта музыка пишет Карина Кельметова, и, собственно, она права. Итак, дорогие друзья, о чём бы вы хотели услышать от меня, вы пишите, пожалуйста, потому что я, честно говоря, не успел подгадаться к эфиру, но я буду забивать его всякими разными интересными историями. Например, я буду рассказывать о том, что... Привет, Алексей Тресков, привет, Лев Максимов, я буду... Всё, я перестаю говорить привет, а то будет 30 человек, и я каждому передам привет, это уже весь эфир пройдёт, а мне это не на руку. Ну что ж, начинаем эфир. Нормально всё в эфире, и мой эфир... Нет, я не пьяный. Я просто волнуюсь очень, потому что... Потому что столько людей меня слушают, и... Я хочу сказать, что сейчас неделя вызовов идёт. Сегодня понедельничный вызов. На самом деле, как вам, понравилось? Нет. Мы, честно говоря, очень старались. Завтра будет вызов совсем другой, и он будет противоречивый, и который вы, на самом деле... Будет о чём поговорить вам в комментариях, потому что он такой и противоречивый, и... Может быть, кому-то и понравится, может быть, кому-то и не понравится. То есть, естественно, мы эту неделю вызовов старались сделать как можно разнообразнее, то есть, чтобы были там вызовы и спортивные, как мы сегодня видели, и совсем другие, чтобы и тем угодить людям, которым это спортивные вызовы, и тем, которым нравится что-то другое. Вот. Это всё будет, так что не переживайте, мы работаем в поте лица, чтобы вы радовались, и мы стараемся вас радовать. Первое, о чём бы я хотел сказать, что скоро пройдут наши... Ну, точнее, пройдёт мастер-класс наш с Костей, и он будет 15 ноября с 19 часов в ЦВР факел. Не помню, как это расшифровывается, но, по-моему, это... По-моему, как это расшифровывается, но не суть. Важно, что это государственный... Такая государственная организация по организации выступлений социальных образовательных проектов, то есть туда можно прийти и сделать свою... Не знаю, своё выступление, то есть они предоставляют... О, Центр современной культуры, пишет Никита Старошведский. Спасибо. Там они предоставляют помещение, стену для проецирования изображения, само устройство для проецирования, микрофон, стулья, в общем, всё, что вам нужно. Если вы, допустим, какой-то... Какой-то выступающий, или, как это можно говорить, спикер, то вы можете прийти и сделать свою лекцию. Мы перед поездкой в Москву, как раз вот в день отъезда, мы читали лекцию на тему «Как собрать людей вокруг своего видеоблога?» И мы, на самом деле, у нас было всего полчаса на двоих презентации из 10 слайдов. Мы справились, на самом деле, и, по-моему, было неплохо. Мне кажется, уже на канале Eventfloggers лежит отчётик об этом мероприятии. Если вы там подписаны, то вы уже, наверняка, посмотрели. Если не подписаны, то почему вы ещё не подписаны? Это, по-моему, очень здоровый канал, и нужно туда сразу быть подписанным. Вот. И 15 ноября, то есть это ровно, друзья мои, через месяц в этом же ЦСК, то есть Центр Современной Культуры, пройдёт наш уже мастер-класс. То есть не лекция, как раньше, а мастер-класс там на 3 часа. Вот мы будем с Дисом Константиновичем и с Костей рассказывать вам всякие интересные штуки. Ну, вам это тем, кто, естественно, придёт. Те, кто живёт в Питере, вход свободный. В принципе, даже, я думаю, 6 плюс, потому что просто меньше 6 там делать нечего. Вот. Придёте, послушайте, там будет про продвижение в интернете, с чего начинать, про идеи, про подводные камни, про авторское право, про всё-всё-всё-всё-всё-всё, что мы знаем, мы отдадим вам. Диджей Бахруш спрашивает, это же ты иголку и лезвие в рот сувал? Да, это я. Приятно познакомиться, Диджей Бахруш. Это я всё делал, всё ради вызова, всё ради вас. Также хочется сказать, что, как нам обещают организаторы ивент-влогерс, а именно, Денис Константинович, что скоро, очень скоро у нас будет очень много и ивент-влогов, и пати-влогов, то есть, мы в эту субботу, я не знаю, можно ли говорить или нет, просто есть вариант, что если я скажу, то это не сбудется, но я думаю, что будет всё очень здорово, мы идём на Зенит, на Зенит, Кубань, на Стивён Петровский, всё будет здорово, отлично, мы туда придём, снимем репортажик и покажем вам. Для тех, кто, опять же, не видел, на канале ивент-влогерс размещены видеоотчёты с Агромиром, я, на самом деле, его пересматривал раза три, потому что монтировал кости и у меня не было возможности посмотреть то, что мы там наснимали, но было, на самом деле, очень здорово, я имею в виду, когда я смотрел, потому что на самом Агромире было по-разному, но в основном, конечно, очень классно, вот, но видео получилось вообще выше всяких похвал, и я пересматривал несколько раз. Также было видео с концерта Ивана Урганта, ну, точнее, как Ивана Гриши, но все же понимают, что это один и тот же человек. Вот, мы так построили этот репортаж, чтобы показать, что это нам понравилось, и, в общем, на самом деле, а сказать, что нам не понравилось, нельзя, потому что было как бы здорово в том плане, что, ну, концерт, Гриша Урганта, когда еще сходишь? Конечно, были минусы, но о них мы говорить не будем, и вот, когда вы сходите, вы можете сказать свои минусы, и я скажу да или нет. Павел Дорольный спрашивает, почему вы взяли в вызове такое видео, как выпивание спирта, если вы могли взять из другой менее опасных вызовов? Ты имел ввиду уксуса, но я тебя понял. Вот, и на самом деле, ну, почему? Потому что мы как бы должны, можем, мы хотим как-то вас удивлять, пугать, радовать, смешить, то есть, опять же, о чем я говорил вначале, что должны быть вызовы различные, то есть, простенькие, забавные, типа, как суперфокусник, должны быть вызовы какие-то, не знаю, спортивные, должны быть на то, что нам нужно учиться, а нужно на то, что, не знаю, там, на еду, на какие-то физические умения, на, на все что угодно, и в том числе, на опасные трюки, которые, извините, пожалуйста, я закашлялся несколько, хотя, на самом деле, так глупо, вот, говорить то, что на самом деле, случилось, я закашлялся, как будто вы прямо не слышите этого, что же он там сделал, а, закашлялся, все верно. Тьфу. Так вот, и нужно брать различные вызовы, в том числе, и такие вот, такие вот, хорошие, опасные, и чтобы люди об этом говорили, потому что, когда все ровненько, и никаких не, не бывает ни скандалов, ничего, это не так интересно, как может быть. Ну вот, на самом деле, всегда приятно, когда людям, есть о чем, поговорить в комментариях, и, я, честно говоря, очень люблю наших зрителей, потому что они, помимо того, что всегда все лучше всех знают, они еще и, никогда не спокойные. То есть, допустим, если мы проигрываем, то люди пишут, почему вы проиграли, это же так легко, можно было найти, зовите меня, я это делаю еще с третьего класса, вообще, когда мы выиграем, не знаю, говорят, что легкий вызов, либо вы нечестно сделали, парни, ну, отдавайте косарь. То есть, практически под каждым выпуском есть комментарии, что это лучший выпуск, и что это худший выпуск. Поэтому, мы делаем вызовы очень разными, чтобы всем, не каждый раз, снова стараться угождать. Итак, Максим, привет, будете куда-нибудь ездить? Да, мы в декабре, я так понимаю, поедем опять в Москву, вот, а вообще, как только будет возможность, мы съездим во все города, в которые нас пригласят, организуют поездки. Мы, честно говоря, хотим и покататься, видеть людей, и поснимать, в общем. Олег Мерзляков спрашивает, Макс, а где Костя, почему один в эфире? Ну, потому что это понедельник, и время моего эфира, а Костяное время в субботу. Вот. А, кстати говоря, по поводу следующих эфиров, пишите в комментариях, потом уже, где-нибудь в конце, кого вы хотели, чтобы, хотели бы, чтобы я пригласил на свой эфир в качестве гостя. Вот. Я думаю, что получится его приглашать. Ну, я имею в виду из более-менее известных, но не из, прям там, таких, топовых. То есть, не знаю, Беннета, Корта Вилбера, Акра, может быть, может быть, Шведа с томатом. Половина, может быть, вам вообще неизвестны, но они есть и они очень интересны, им есть, что рассказать. Вот. Как вы относитесь к спорту, как часто им занимаетесь? Отношусь неплохо, занимаюсь плохо. Так. Как, пускай, познакомьтесь, это уже все было, это все было уже так. Ой, Карина Кельметова спрашивает, какой магической способностью хотел бы обладать? В детстве мне очень хотелось читать мысли других, людей, хотя я сейчас понимаю, что не нужно такую способность обладать, потому что это можно сойти с ума, потому что люди же думают всегда хуже, чем на самом деле. Это и лишнее расстройство, и все, и, ну, не надо этим заниматься. А вот проходить сквозь стены иногда, это можно. Хотя, на самом деле, это тоже не шибко удобно, потому что тогда нужно учитывать, что, допустим, если за стеной ты находишься, на третьем этаже, проходишь сквозь стену, а там нет никакого помещения больше, то ты при падении на землю тебе больно, или как бы ты вообще не чувствуешь поверхностей. То есть, это тут нужно при желаниях, при озвучке желаниях, нужно всегда четко исполнять, четко их формулировать, чтобы тот, кто исполняет желания, он четко понял. На самом деле, говорю, наверное, на глупостях, хотя, может быть, такой человек есть, который прямо исполнит его желание. Так, а вы берете неделю вызовов, вызовов, которые точно не проиграете 100 тысяч рублей, или случайное видео. А вот ты узнаешь в ближайшее время проиграем мы или нет. На самом деле, мы всегда берем разные вызовы. Даже в неделю вызовов мы берем что-то такое, что не всегда понятно. Конечно, некоторые вызовы нам понятно, выполним мы их или нет, а вот некоторые даже на этой неделе были для нас открытием, и мы, честно говоря, не рассчитывали на тот результат, который получился. А выиграли мы или проиграли, это вы узнаете уже потом. Не болей, Макс, говорит мне Виктория Максимовна. Спасибо большое, я не очень болею, просто что-то меня как-то поперхнулся, поэтому приходится глотать воду, чтобы как-то смочить горло. Почему-то у меня, вот я обещаю вам, к следующему разу я настрою музыку, чтобы где-то каждый минут 15 прерываться на на какую-то паузу, потому что сложно говорить целый час, у меня и так-то палево с речью, а еще и нужно говорить без остановки, поэтому это очень сложно. Смотришь ли сериал отбросок, и фильмы сериала смотришь, Паша вечер спрашивает, Паша, у меня нет телевизора в комнате, а в интернете я не смотрю, потому что я бываю в интернете только по вечерам, и весь, привет, Лиза, и весь все время, которое я в интернете, у меня занимает вызов и околовызовные вещи, то есть я я в общем-то не знаю, в интернете часто ну, для обычного человека тусуюсь, но при этом я практически там не праздно провожу время. Алексей Мишин спрашивает, кстати, Алексей Мишин это один из самых крутых видеомейкеров за последнее время, с которыми я имел честь общаться, он выпускает на нашем канале Нару Видеомейкерс на моем канале выпускает свою как бы свой проект Movie Trailer там уже вышло я не ошибаюсь два два выпуска, но у меня уже на компьютере лежит еще два это будет очень клево и подписывайся на тот канал и на самом деле на Леху он офигенный Олег Мерзляков на самом деле вот ты зря говоришь что Костя пил воду потому что ты же не знаешь что на самом деле пил Костя поэтому ты зря так пишешь на вопросы как Костя после уксуса что после воды вот а раз ты не знаешь то ты не можешь с уверенностью и говорить так а на деле вызов уже вызов взяты или вы еще отбираете а вообще ну как бы честно говоря уже взяты и очень интересно когда люди правда думают что мы не знаю снимаем утром либо ночью быстро монтируем и выкладываем с утра вот ну как бы мы естественно не говорим когда мы что снимаем но пускай люди думают что мы делаем так как им хочется читал ли ты произведение Рея Брэдбери если читал то что понравилось по поводу чтения вот еще Алексей Мишин спрашивал про Чака Паланика я честно говоря Чака Паланика и Рея Брэдбери не читал может быть к своему стаду может быть к своему несчастью а чему-нибудь еще но я как бы только с прошлого года вот так вот начал активно читать с появления электронной книжки меня ее месяц назад подрезали это я уже рассказывал в одном из радиоэфиров вот ну сейчас я планирую себе купить планшетик какой-нибудь маленький небольшой вот неэполовский и там читать в принципе мне нравится Дейл Карнеги очень всем советую в общем ну это уже все было то что то что как бы я в чтении был и в паре моих летсплеев по Хоксуф Вар и в общем везде везде было да АТшка сумов я работаю вот так Лев Лев Максимов спрашивает тебе нравится выполнять вызовы вызовы конечно нравится выполнять не всегда получается но если получается я правда радуюсь особенно я радуюсь когда это неожиданно когда вот я пробую и прямо у меня раз и получилось Александр Яшин который фотографировался с нами видимо на красной до площади я по аватарке вижу привет Макс как ты относишься к видеоиграм видеоиграм отношусь так что в общем то мало отношусь потому что я в этом не разбираюсь по той причине что когда у меня был такой возраст когда можно и нужно было играть во всякие компьютерные игры у меня был слабый компьютер а когда вот у меня сейчас появился хороший компьютер то у меня уже нет желания изучать то что вот эти было 5 лет назад и в общем то как то не срослось поэтому сейчас я играю только на эмуляторе во всякие в игры на playstation 1 и вот сейчас начал играть не знаю где тут 1-2 матча во фифу 11 не нужно говорить что Макс скачай 13 мне в 11 неплохо и и вообще здорово выгнали меня из зенита буквально вчера ночью потому что я в середине сезона начал занимать 6 место и вот и я теперь играю в каком то в третьесортном шотландском дивизионе но это совсем уж не интересно скоро ли выйдет индекс популярности да индекс популярности выйдет очень скоро вру опять не очень скоро но выйдет потому что у меня уже все есть для еще 3-4 выпусков этого проекта еще у меня уже есть сценарий для пары квестов для того для сего но пока нет времени на то чтобы это все делать потому что вот сейчас очень много времени занимает вызов то есть мы практически каждый день снимаем монтируем монтируем снимаем то лотерея то вызов то ивент влоги то еще что то в общем еще необходимо на на все остальное тратить время но пока сейчас очень очень пока сейчас со временем не очень макс лвс какая была у меня модель книжки модель книжки у меня была векслер т 502 по моему да вот сейчас я хочу либо 7800 либо что что-нибудь такое ну вот опять же векслер либо как какой-нибудь другой планшетик так почему вызов выходит так редко Александр Петров на самом деле это не хороший вопрос потому что я не считаю что вызов выходит так редко это вам просто те кто смотрят раз в неделю там в принципе 6-7-8-10 минут они прилетают быстро а нам на подготовку вызова на на то чтобы его снять смонтировать придумать отобрать это нужна как раз таки неделя да и сейчас будет неделя вызов мы специально для вас Александр Петров сделали ее и вот она будет еще 5 дней еще будет неделя вызов и воскресенье будет обычный выпуск то есть не так уж и редко я думаю мало кто может похвастаться тем что выпуски каждый день вот ну либо четко каждую неделю ну разве что кроме Бродвея и кого-то еще из скетчеров почему тебе Apple не нравится Карина Кельметова спрашивает Apple мне не нравится потому что это лишний понт это дороже чем аналогичные товары и не очень удобно на самом деле в плане в плане эксплуатации то есть допустим тот же те же допустим планшеты на андроиде они есть похожие по функциям с iPad но при этом iPad стоит в несколько раз дороже то же самое и с наушниками от доктора ДР то есть это понт просто логотип доктора ДР хотя никто вообще не понимает что это в чем там лучше чем чем какие другие наушники мне вот Костя на днюх подарил наушники вот эти вот которые все отмечают Sennheiser вот они очень классные то есть и ни на каких доктор ДР я их не поменяю и вообще на самом деле ну звук хороший хороший я честно говоря вот именно в плане там каких-то музыкальных особенностей не очень понимаю но вот если мне нравится допустим звучание на этих наушниках то мне уже лучше не надо вот потому что я не могу представить что есть что-то лучше чем Sennheiser HD D282 если я не ошибаюсь Егор Светенко спрашивает обидно ли проигрывать вызовах на самом деле ну Косте больше обидно мне больше обидно когда выпуск получается так себе когда люди пишут ну что-то совсем как-то плохо что-то у вас идеи закончились хотя на самом деле тоже бывает придумаешь офигенную идею с этим с новостями просто по-моему это один из самых лучших выпусков за последние несколько месяцев такие новости у вас идеи закончились парни вот это не очень хотя я опять же говорю что меня как-то обидеть комментариями или каким-то высказыванием в интернете просто невозможно у меня уже такой иммунитет за эти годы что мне по барабану пишите что хотите точнее нет пишите что думаете потому что что хотите должно сочетаться с тем что вы думаете надо записать хорошая фраза какую музыку слушаешь музыку слушаю различную меня нет конкретного исполнителя я слушаю все подряд и гуфа и король и шут и в общем какая песня понравится допустим то и слушаю я гриша органта слушаю вот теперь же меньше после концерта но вот так макс го батлфилд нет я в батлфилд не играю что тебе дает этот эфир мне этот эфир дает на самом деле час не не зря я думаю потраченного времени потому что мне всегда хотелось быть rg на радио на каком на каком не просто у меня это сами понимаете на каком-то профессиональном радио именно фм диапазон у меня это никогда не получится поэтому я сейчас самореализовываюсь на очень классном интернетовском радио влог фм подписывайтесь ставьте лайки и в общем-то отработал лавэ на радио если был шанс полетать на дельтаплане полетел бы Дмитрий Левкин спрашивает а если вызов был бы такой на самом деле сейчас с этим очень сложно потому что вроде как что-то хочется сделать а потом так подумаешь что вдруг вызов такой пришлет нужно подождать поэтому если вызов с дельтапланом будет то вообще надо сразу это делать и все короче как только пришлете вызов с дельтапланом то сами понимаете что через пару недель максимум будет этот вызов но да уже холодно поэтому если будет в теплое время года ясно и летом на дельтаплане то конечно будет тут же этот выпуск и это будет один из лучших выпусков макс так случилось что подряд вызову наверное три по-моему вот и все говорили что макс зачем вообще там нужен кости все делает вообще оставьте кости одного потом было лето и было где-то три тоже выпуска в том числе где я одновременно крутил обруч щетку и еще раз что было и то есть уже писали макс по-моему по-моему все делает макс почему кости вообще тут еще в этом шоу тусуется вообще парни давайте уже только нужно выполнить оставим вот поэтому я не считаю что как бы я больше выполняю либо кости хотя в принципе конечно можно посчитать но я этим не буду заниматься а вы кстати может быть и позанимайтесь этим кто выполнил сколько вызовов за все это время и может быть если получится что больше кости выполн то как бы я не обижаюсь если как бы я больше выполнил то я не горжусь этим мы просто с костей занимаемся одним делом но по-разному так сказать мы разделяем сферы влияния вызова то есть есть вещи в которые кости не влезают есть вещи в которые я не влезаю поэтому у нас поровну все и в общем у нас все поровну поэтому тут как бы нет смысла и нет причины обижаться ни на что Юлия Власова спрашивает есть хобби кроме видео есть хобби кроме видео нет хобби кроме видео так следующий вопрос ты в курсе что похож на Кристиана Бейла нет мне бы еще вспомнить как выглядит Кристиан Бейл это который в этом сыграл в Бэтмене если да то нет так Карина Кельметова Макс ты хорошо в школе учился да я закончил школу без строек чего я вам советую потому что ребята образование это очень важно по крайней мере в школе ну и в институте тоже и там высшее образование и среднеспециальное в общем все образования важны и у вас на самом деле должно быть образование в любом случае то есть вы должны быть нахватанным в различных областях но знать какую-то область лучше всего то есть допустим я считаю что тройку в году в финальном там допустим в одиннадцатом классе получить по какому-нибудь предмету это стыдно потому что человек чтобы он считал себя каким-то образованным или хотя бы просто ну просто нормальным человеком он должен учиться неплохо потому что тройку можно получить вообще ничего не знаю четверка это оценка достаточно хорошая я никогда просто не хотел получать пятерок специально потому что ну как бы пятерка это уже лишнее то есть это уже нужно очень сильно стараться на четверку можно приложить не так много усилий чтобы устать и при этом быть вообще на высоте а физру насколько спрашивает Артем Деков в физру у меня пятерка была потому что я в принципе неплохо бегаю прыгаю там футбольчик опять же нормативы не сказал бы что прям очень любил ходить на физру но в последних классах когда мы именно играли там в футбол в баскетбол в пионербол я очень любил и очень было здорово труды у меня была четверка по труду потому что я был правой рукой трудовика как бы это ни звучало он мне давал какой-то бред все время делать давал какую-то пилу стремную и я пилил какие-то круглые дощечки не знаю нужны ли они в школе были нет но сам факт того что у меня была все время какая-то специальная деятельность видимо чтобы я особо не мешал она у меня была я получал свои четверки и все здорово про математику скажу что в принципе можно было бы ее понять вот ну на четверку я в принципе все знал изо не умею рисовать поэтому с натяжкой была четверка физику вообще не знаю ну как бы чуть-чуть знаю но прямо так чтобы сейчас вот сходу формулу вспомнить я естественно вам не скажу схеме еще хуже дела вот но в то время когда я учился я естественно как бы знал примерно что что мы там проходили ОБЖ самый крутой приз потому что я думаю что у каждого у каждого школьника ОБЖ очень крутой веселый мужик такой полковник в отставке зовут Николай Арсентич я думаю что у каждого такой брюшника МХК у нас не было так общество я не помню кстати вот этот предмет я вообще что-то не помню история у нас была самая классная самая классная учительница по истории наверное в мире вот я кстати вот хочу почитать же точнее перечитать свой учебник по истории вот я все же знают что я написал в соавторстве с другими людьми пару учебников по истории поэтому хочется его перечитать чтобы опять-таки насладиться той эпохой и теми событиями которые происходили в древние века в общем остальных предметов уже не знаю уже взять не буду нравился английский нравилась информатика но особых успехов я в них не добился вот русский я некоторые знаю знаю очень хорошо правила и на самом деле я граммар нации и просто не знаю меня очень бывает раздражает когда люди пишут с жесточайшими ошибками когда там не знаю в пунктуации забыли запятую либо там какое-то еще что-то но есть некоторые слова которые конечно меня печалят так все с уроками наконец-то закончили кстати самое классное когда у тебя нет школы это то что ты не делаешь домашние задания хотя их нужно делать и я старался их делать в школе но не знаю я так сейчас рад что мне мне нужно делать домашку что прямо я иха могу сказать какую еду предпочитаешь я предпочитаю на самом деле ну если я где-то на улице ну то есть где-то не дома то фастфуд в принципе да любые там гамбургеры желательно поострее ну там естественно картошечка соус и все дела вот если же брать нормальную еду то нравится ну не знаю плов люблю не знаю макароны там всякие салатики но сами как бы ничего такого интересного и прямо того что вы скажете ого какой он гурман я бы никогда не подумал что есть такое блюдо я не скажу но в принципе все ем на самом деле не все особенно всякие вареные пареные овощи не очень люблю и еще не люблю томатный сок вот а так в принципе все норм артем декспорт какая тебе игра запомнилась на игромире были ли у тебя серьезные травмы и переломы первый вопрос про игромир на игромире мы так как работали поэтому и при том что я не особо разбираюсь в играх то я особо ничего не запомнил то есть там там естественно был в вортлов танкс да если я не ошибаюсь так называется игра был там всякий томпрайдер мейловские игры ассасин крит да но я честно говоря там ни во что не играл и ничего не могу сказать то что мне запомнилась мне запомнилась игра коррупция потому что там такие были так сказать эти как их зовут аниматоры в костюмах в шапках в масках свиней это было забавно и неожиданно но как бы именно что сказать конкретно что вот эта хорошая игра поиграть в нее она не запомнилась я не могу гу были серьезные драмы перелом да перелом у меня был один раз рука у меня была сломана я бы тоже в футбольчик играл когда у меня еще не было интернета вот играли в футбол упал на руку сломал кость по-моему сейчас лучевую да потому что есть в предплечье лучевая и локтевая кость дорогие друзья в эфире была минутка биологии и травматологии вот я сломал лучевую кость точнее чуть потреснул ее вот ну и как бы в больнице был недельку потом у меня был гипс но это было в классе в десятом то есть лет сами понимаете семь назад много ли у вас спонсоров спрашивает Дмитрий Дзигунов честно говоря всех спонсоров как это и логично вы сами видите поэтому вы можете сами посчитать сколько сколько нас спонсоров то есть это на лотерею каждый раз спонсор и если мы говорим о каком-то выпусках то это тоже ну для кого-то много некоторые скажут что что-то у вас вообще мало как-то вы же можете больше вот ну мы сами естественно никого не ищем то есть если нам к нам кто-то обращается то мы с ними работаем как бы на наших условиях если не обращаются мы не ищем так так нужен спонсор быстро вот конечно без рекламы мы понимаем что вам лучше нас смотреть хотя мы делаем такую рекламу чтобы она была не навязчивой не противной и чтобы качество выпуска если она выпуска то не уменьшалась так планируешь продвигаться дальше или останешься видеоблогером фу а как-то ты сейчас пытался принизить всех видеоблогеров мне кажется что сейчас в данный момент видеоблогинг это одно из самых крутых занятий приоритетных и это уже стоит где-то наравне с каким-нибудь с начинающим артистом то есть если ты допустим топовый видеоблогер у тебя уже больше девять девяносто девяти тысяч девятьсот восемьдесят семи подписчиков то ты уже можешь быть ну как бы можешь считать себя как бы уже кем-то более-менее состоявшимся и нет как бы безусловно дальше нужно продвигаться то есть это развивать свои проекты самому профессиональному плане развиваться но в плане того что как бы говорить что ты ты планируешь дальше продвигаться или остаться видеоблогером я думаю что тут не очень уместно такой вопрос но если ты говоришь о подвижении имея ввиду телевидение то в принципе как бы особо предложений не возникало но есть некоторые варианты и наметки чтобы попробоваться но это честно говоря это больше гемор и больше и большой поэтому пока что я думаю что не получится да и мы не особо хотим но в дальнейшем если все пойдет хорошо то мне кажется что развитие не заставит себя долго ждать Макс не хочет связаться с нами по телефону или скайпу так по моему интересней так интересней но сегодня просто не очень было много времени на подготовку у меня эфира поэтому в следующий раз да у меня может быть будет какой-то зритель какой-то зритель в смысле гости я имею ввиду и интервью у кого я буду брать вот а потом как-нибудь свяжемся по скайпу по телефону вот я посмотрю как это можно сделать и я думаю что кстати может быть правда в один из следующих разов по скайпу и созвонимся потому что по телефону вывезти вас вас в эфир я не знаю как спасибо за неделю вызовов пожалуйста Александр я уже сказал что мы ее сделали для тебя конкретно пускай ты будешь так думать вот Nokia Rule это понятно что Nokia один из самых лучших телефонов это очень клево вот по скайпу было бы неплохо когда видео с лотереей выложите в среду выложим как обычно а тебе понравился мой фан-арт да конечно Кариночка Кельметова мне понравился твой фан-арт и и и куча других фан-артов спасибо большое за то что вы делаете просто вот помню когда мы раньше только открывали паблик я радовался просто каждому не знаю каждому фону я говорил Костя не знаю звонил ему там вечером Костя нам сделали новый фон ого ничего себе здорово сейчас конечно этого уже всего много но лучше я конечно выделяю и что могу то делать то есть ставлю лайки рассказываю друзьям это я понимаю что это не посильная работа но при этом я смотрю все что вы загружаете в наш паблик поэтому ни одна работа не останется не за ме че ной а говорю я так медленно чтобы успеть сразу перейти на следующий вопрос чтобы не было паузы я думаю что это отличный такой ход ведущего нравится ли вам снимать вызовы нет конечно Кирилл Николаенко хотел бы ты в детстве научиться летать да пока я не понял что я боюсь высоты я хотел научиться летать как вы придумали научных нубов научных нубов честно говоря идею научных нубов придумал Константин ну на 10% 70-80-90 даже может быть вот он ее честно говоря хранил для может быть какой-то связи с это подтверждено может быть еще для чего-то вот но потом как-то он он эту идею мне рассказал я говорю так давай делать вместе он говорит блин давай вот начали делать собственно эта идея пришла и сформировалась быстрее чем идея вызова для тех кто не знает вызов мы придумывали эту концепцию месяца два нубов гораздо быстрее и они гораздо меньше делаются Виктория Максимова согласна со мной насчет планшета купила андроид неделю назад и выглядит как айпад но по функциям еще круче о слушай а потом кинь мне ссылочку что там за 8000 за планшетик я может быть его присмотрю себе так как здорово что я могу сказать что 16 лет назад я говорил про Apple потому что 16 лет назад появились комментарии как раз таки на эту тему а будут еще такие эфиры спрашивают Лев Максимов да у меня эфиры каждый каждый понедельник с 9 часов идут около часа и я всегда рад вас видеть в комментариях и слышать где-то тоже в комментариях и потом может быть мы разговариваем по скайпу и все у нас будет хорошо вот еще хочу сказать про то что будет много ивентфлогов про наш мастер-класс 15 числа я сказал вот и еще необходимо сказать что мы поедем необходимо сказать как его зовут на ивент вечеринки от радио рекорда то есть это будет в Питере в Москве в общем во всех городах в которых они будут мы туда постараемся ездить и снимать офигенные пати-влоги и на самом деле это очень здорово и я надеюсь что кому-то нравится это все потому что то что вызов нравится это я уже понимаю а вот пока с остальным как бы с эфирами там с допустим с летсплеями с квестами с ивент-влогами с пати-влогами это пока еще не так понятно но я чувствую вашу поддержку любовь спасибо большое потому что вы вы лучшие зрители слушатели и все потому что у кого еще такие люди которые будут слушать там в пятидесятером я сейчас посмотрел вас больше пяти человек будут слушать человека на радио на интернетском это так приятно что вы тратите свое время на выслушивание меня это просто я раньше о таком реально мечтать не мог мог конечно но не мечтал так много ли у вас знаменитых друзей что значит знаменитых что значит друзей друзей вообще много не бывает а знаменитые понятия растяжимые как бы в принципе написать вконтакте либо на почту я могу ну девяносто одному проценту известных для вас людей то есть в принципе как бы связь при большом желании у меня есть ну как бы именно как-то общаться по-дружески на самом деле мало с кем у меня и как бы до интернета было много знакомых друзей с которыми хочется общаться и как бы и время нужно им уделять поэтому на общение через интернет с людьми только потому что они какие-то известные я на самом деле не понимаю этого знаком ли вы с Андреем Нефедовым нет с Андреем Нефедовым ну мы переписывались несколько раз по делам но так прям сказать что я знаю Андрея Нефедова я не могу ну на самом деле он противоречивая личность потому что вот он уникальный человек он вот за год стал мега популярным а потом за пару месяцев раз и все и просто скатился ну не совсем конечно в дно но значительно потерял свою позицию буквально за месяц-два на самом деле это это нужно еще так уметь Катя Котова спрашивает а может она еще пока не спрашивает если у тебя песня а нет все таки спрашивают я увидел в конце знак вопроса есть ли у тебя песня которую ты слушаешь каждый день перед сном если да то какая я перед сном вот перед самым сном открываю свой телефон и играю в судоку я прохожу одно поле и спокойно дышу где-то в 4 часа пол пятого я засыпаю песни у меня сейчас вот любимых так нет но вчера я послушал по нашим радио то есть если я слушаю радио то это наше радио услышал песню Ляписа Трубецкого Огоньки по-моему называется я по-моему ее слышал раньше но вот она как-то мне вчера очень запала в душу и я думаю что ее можно переслушивать не один раз вот вообще есть песни такие вот по по эпизодам то есть я песню какую-то вот полюбил очень заслушаю ее до дыр не знаю бывает месяц бывает меньше бывает больше и потом все я уже ее не могу слушать так было с Леной Майер это которая или Мейер но это не суть которая была на прошлом или даже позапрошлом Евровидении про сателлайт пела я помню эту песню слушал не знаю раз наверное 50 в день и просто а сейчас я ее уже не могу слушать потому что Макс привет почему на твоем милой канале так мало подписчиков потому что я непопулярный недовложец видимо так ну на самом деле потому что ну как бы это там хуже видео чем допустим мой основной проект вызов но это наверное делит вторую нет ну это все таки на втором месте у меня по деятельности поэтому я стараюсь чтобы там было больше подписчиков просто я не очень прямо прямо пиарю это чтобы вот это вообще в каждом видео говоришь что подписывайтесь те кто кто подпишется молодцы те кто не подпишется ну не знаю просто посмотрите на самом деле у меня нет именно самоцели набить подписчиков то есть у меня есть уже костяк людей которые меня слушают смотрят и мне очень приятно и я их как бы ращу и буду дальше растить мне кажется что даже 4 там сколько 438 если я не ошибаюсь может быть ошибаюсь конечно вот это очень неплохо для того контента который там выходит мне кажется это здорово заветная мечта раньше у меня была мечта это ну это еще где-то когда я только начинал 4 года назад что чтобы добиться того чтобы с видеоблогинг зарабатывать ну как бы себе на жизнь чтобы ну не допустим не нуждаться прямо там в чем-то таком сейчас конечно я не могу сказать что я там прямо могу позволить себе прямо кучу всего такого зашибенно дорогого но в плане того что прожить месяц не особо прям парюсь о деньгах я сейчас уже могу это конечно не предел и я стараюсь то есть ну как бы не прямо ради денег стараюсь что вот именно я делаю все ради денег чтобы получить вот я пытаюсь совместить работу как бы на вызов ну это все таки работа вот как бы хотя это самая офигенная работа в мире потому что ну какой человек еще можно сказать а я пойду поработаю на гришурганта схожу в видеочет сделаю или ой в боулинг нужно идти поработать этим самым видеоблогером вот это конечно офигенная работа но это все таки занимает очень много сил времени и поэтому я стараюсь чтобы она была как можно более востребована потому что без вас без зрителей ничего бы этого не было и ну не знаю глупо говорить что вот не знаю зрители дураки а я такой клевый зрители это как раз таки самые хорошие люди самые родные потому что ну что бы мы без вас мы видеоблогеры без вас бы делали вот так что про заветную мечту я сказал раньше сейчас не знаю заветная мечта не знаю развиваться дальше быть порядочным человеком хорошим не обижать жестоко других людей потому что быть на самом деле порядочным воспитанным это мне кажется самая большая должна быть не мечта ну как бы мечта это то что у тебя сразу появляется а цель то есть это то к чему ты идешь почему перестали снимать это подтверждено не стали снимать это подтверждено во первых да это это костин проект во вторых не перестали они будут выходить ну просто сейчас я говорю что времени нету извините что я за костин отвечаю но сейчас правда времени на это подтверждено нету поэтому но скоро очень будет так что ждите И прямо, ух, скоро будет так здорово. Что заставило тебя пойти обучаться на работу с детьми? Ты вроде в интервью говорил, да, у меня есть диплом среднего профессионального образования, педагог детского театрального коллектива. Но я на самом деле как бы не на педагога шел именно, а на что-то связанное с театром, то есть с театральной деятельностью, с актерской, с артистической. Вот, был такой самый хороший вариант, это вот пойти в колледж культуры и искусства в Петербурге. Вот, я на самом деле только курсу... Второму-третьему узнал, что это... Я в итоге выйду с дипломом театрального режиссера. Вот, ну, нисколько не жалею, что я потратил время на это. Потому что это мне очень много дало. А какой был вопрос? А, заставило пойти то, что я не очень люблю не гуманитарные науки, а там просто был хороший набор предметов. И, в общем-то, и мне, в принципе, это было по душе, поэтому я туда и пошел. Ну, как придумали шутку, мы находимся рядом с нашим домом. А, честно говоря, как и 80% того, что мы говорим в тексте, мы придумываем на ходу. То есть, мы что-то придумали, это пошло, и потом подумали, что, хм, а если это говорить еще раз, но только при разных ситуациях. И, на самом деле, люди замечают такие мульчки, и это очень приятно. Я всегда говорю начинающим видеомейкерам, что если у вас есть сейчас каких-то, не знаю, 5 мульчек, в один выпуск их делайте. Потому что, если вы будете считать, что у вас их много, и растягивать на все выпуски, у вас получится прессный выпуск и как-нибудь одна мульчка, которую никто не заметит. А если у вас их будет 5, и вы в один выпуск делаете, то у вас получится очень классный выпуск. И это заметит больше, чем, не знаю, вот это вот, каждый прикольчик мы заметили в разных 5 выпусках. Поэтому мы стараемся, конечно, не перебарщивать, но при этом и как можно больше чего-то вставлять. Поэтому я стараюсь придумывать каждый раз новые приветствия. Поэтому появился резервуар. Поэтому появился суперфокусник. Он... Это все, на самом деле, было случайно. То есть, и вот так это пошло в народ и вообще, то есть, то это и продолжает быть. В общем, это здорово. Макс, где вы живете? Вы постоянно в разных местах. То на Варшавской 19, то в Сунинский городок и т.д. Мы живем в разных местах. И не на Варшавской 19, и не в Сунинском городке, естественно, и не в Купчино, и не в Красноярском районе, и не во Фрундинском, и не в Калининском. В общем, везде, где мы говорим рядом с нашим домом, или даже говорим, что мы далеко от нашего дома, не факт, что мы живем рядом или далеко. Может быть, мы живем вот там, где мы снимаем Стэн, вот, не знаю, рядом с ним домом, а может, мы живем там, где мы даже никогда и не снимали. Зачем вам знать, где мы живем? Ну, не в смысле мы, а в смысле Костя, где живет, и я где живу. Мне кажется, это не нужно знать вам. Придет время, все будет здорово. Макс, ты танцор, я тоже рад, что у меня нет домашки. Да, нет домашки, это очень здорово. Я танцор еще тот, я, конечно, причем, вот, опять же, чисто случайно, вот, в сегодняшнем выпуске про танцы, у них танцы получились, и... Я очень удивлен, что прям вот это так все отметили, и как-то... Не, ну, просто, как бы, танец-танец, и мы даже думали оставить его, нет, вырезать его, или как-то еще, не знаю, подчеркивать. Я предложил, чтобы, не знаю, муточку это наложить, и вообще как-то пошло, в общем-то, очень здорово. Какие обзорчиков... Так, между прочим, я уже наговорил практически на час, поэтому сейчас быстренько пройдемся по... По вопросикам, и уже заканчиваю. Кстати, я не думал, что я так, без музыки-то, разойдусь. Но спасибо вам за вопросы, потому что без вас бы ничего бы этого не было, и пишите потом еще, кого бы хотели, чтобы я пригласил на интервью, и всякие будут еще скайпы, и, в общем, все-все-все. Кстати, мы еще с Костей придумали офигенную тему для радио, и просто она будет тоже скоро, и просто это будет супер. У Кокиев разные с Костей. Да, мы разные с Костей. Обзорщиков каких, знаешь, из Москвы, и откуда? Обзорщиков практически ниоткуда, не знаю. Макс, сколько лет начал встречаться, поцеловался, и все об этом? Хм, все об этом, диджей Бахруша, я расскажу тебе приличные встречи. Что у Кости с коленом? С коленом у него он повредил, когда катался на Snowbird. На сноуборде. Так, а я думал, вы мне на день рождения недели вызовы сделали. Да, Виктория Максимовна, мы тебе сделали на день рождения недели вызовов. Просто для Александра я сказал, что для него. То есть, как бы сейчас, я надеюсь, Александр уши зажал, чтобы ты сейчас услышал это. Макс, привет. Привет, Влад. Вот. А Александр, мы для тебя сделали, а Виктория, закрой уши. В общем, да. Почему же, спасибо Еве, потому что уже было сто раз. Откуда про Карамбу, там Карамбой тоже уже было сто раз. Путешествую по миру? Путешествую по миру очень редко, но сейчас я так понимаю, что... Что уже скоро... Что уже скоро мы будем путешествовать. Веришь ли ты в магию? В магию? Не знаю. Если бы я повстречался, и вот прямо мне бы сказал такой маг, что, эй, маг, я сейчас покажу магию, и она бы зря у нас произошла, то поверил бы. А так, ну, может быть, она есть, но я её не встречал. Макс, ты зарабатываешь много денег, почему ты не хочешь купить iPad? Я не зарабатываю много денег, и я не хочу купить iPad, потому что, ну, зачем мне iPad? Вот. Да, и... Как бы так. Вот, по-моему, вроде как я... Я ответил на вопрос, а вроде как я не ответил. Вот. Квест убийства желуди вообще классный. Спасибо большое, квеста будет, правда, уже два написаны, таких, крутых тоже, но пока нет времени для их реализации. Появились ли у вас друзья, которые раньше были лишь только вашими фанатами? Слово фанаты, если ты знаешь, мы не любим. Ну, друзья среди зрителей появились, на самом деле, да, и их появляется всё больше, но... Так как людей, с которыми мы общаемся всё больше, а времени остаётся так же, то получается, что на общении с каждым зрителем и вообще с каждым человеком всё меньше, поэтому... Друзьями назвать сложно, но хорошие приятели среди зрителей есть. Вот самый яркий пример, это Александр Тресвятский. То есть он был нашим зрителем ещё там буквально в первый месяц, и вот в итоге я могу сказать уже, что он как бы мой друг, хороший приятель, и, в общем, на него всегда можно положиться. И вот многое, что вы видите в паблике, это его рук дело. Спасибо ему большое, я всегда буду ему говорить при первой удобной возможности, ему спасибо. Кстати, тот мужик, который прыгал из трансферы, просто снимал вам вызов. Да, по-моему, да. Кстати, ты вчера смотрел на канале Red Bull? Нет, не смотрел. Ну, это, видимо, про этого чувака. Это, кстати, очень здорово на... на Википедии про этого парня, ну, как парня, это же мужик уже, про мужика написано, что он любит вызов, это очень приятно. Конечно, он имел в виду не передачу вызов, но всё равно, что слово вызов в Википедии и лишний раз, это мне нравится. Теперь я, когда общаюсь, говорю о резервуар. Карина, спасибо, Виктория пишет, что не одна такая. Спасибо, ребята, те, кто говорят резервуар, это очень, правда, приятно, и печалька без музыки. В следующий раз, может быть, будет музыка, если я её настрою, потому что я не знаю, куда она делась. У меня резко так раз, и всё. Паша Эвичкин, спасибо, что тебе так нормально. Максим, сможешь оставить с автографами на стене? Нет, потому что если я тебя оставлю, то сразу коучей придут за автографами. Нет, на самом деле, друзья, Кирилл Николаевский спрашивает, ты девственник? Да, уже девственник. Итак, спасибо, Макс, буду ждать в следующий раз, а я, кстати, ещё... А, хотя я уже прощаюсь, да. Дорогие друзья, вы уже узнали, что сейчас 10 часов, всем пока, надеюсь, это был не худший эфир, точно не лучший, потому что лучший был эфир, конечно же, в другой раз. Хотя, может быть, кто-то, и тот, кто первый раз слушал его раз, скажет, да вы чё, ты вообще супер был, а некоторые скажут, да ну, я больше не буду слушать тебя в первый раз, и всё, и ты вообще не какущий. Вот, и, в общем-то, всем пока, пока Елизавета, пока Кирилл, пока Андрей, пока Дамир, пока Ксюха, пока Карина, пока Юля, пока Сергей, пока Паша, пока Сергей, пока Влад, пока... Александр Трисвятский, пока! Вот, и спасибо всем, увидимся завтра на вызове, кстати, да, завтра вызов, дорогие друзья. Всё, спасибо всем, завтра вызов, смотрите, радуйтесь, пишите комментарии, ставьте лайки, и пишите, ставьте лайки, мне нравится, в общем... Понт! Я бы сейчас поставил музыку, но у меня нет музыки, поэтому просто прощайтесь, я ухожу в тишину, как...